Здесь спрашивают насчет того, что гибнут 30-40 тысяч человек на дорогах в разных причинах в России. Можете ли вы что-нибудь сделать на дорогах? Например, нушить чувство ответственности каждому, кто садится за руль автомобиля с серьезным оружием. Вы знаете, даже хорошие зомби все равно зомби. Понимаете, нет хороших зомби. Зомби все равно нушить мысль, заставить кого-то сделать что-то. Я очень редко такие вещи делаю, потому что я приведу один пример, как раз я уже писал в своей книге дальнейшей. Просто когда была похищена одна маленькая девочка в 1993 году, и мы ее нашли женой, нашим способом, то обнаружили, что ее охраняет один охранник. То есть раньше просто делал другими, тоже там описано будет, сейчас не хочу затеревать время. А в данном случае, даже если сделать так, чтобы девочка смогла освободиться от охраны, то каким образом трехлетняя девочка доберется до дома, где ее ждут родные? Естественно, нереально. А сообщать, что она там находится, бесполезно, потому что пока приедет, там уже не будет, тоже понятно. Вот тогда я внушил, то есть я просто сломал волю этого человека, который тоже был подготовлен хорошо, заставил сесть в машину и отвезти эту девочку домой. В этом случае у меня нет жалости, и считаю действия справедливыми. Понимаете? Но всем людям превращать в зомби, вот так вот ломать их и превращать в зомби, в принципе, заставлять их делать, что правильно даже, это не мой метод. Я считаю, единственный вариант, это нужно нести просветление, чтобы человек сам понимал, вот тогда если он будет понимать все ответственность, тогда, конечно, это не делается в один день, но никогда, даже с самыми лучшими возобуждениями, биороботы никогда не могут быть хорошими. Это мое убеждение, я так буду действовать, буду действовать дальше. Хотя, как я привел, понимаете, делается, но не для таких целей. Потом, конечно, человека убрали, потому что, наверное, никто не поверил ему, понимаете, да, тех, кто его поставил охранять, что он просто так, не знаю почему, взял, отвез девочку домой к маме, домой прямо. Вот взял и отвез, а до этого не отвозил, понимаете? Ну, его, конечно, уничтожили, но, в принципе, мне, опять-таки, таких людей не жалко по определенным причинам, вы понимаете почему. Вот, но это не значит, что если можно такое делать, что это правильное дело, даже вот так вот, чтобы на дорогах был порядок, нужно привести дороги в порядок и воспитать в людях ответственность, именно понимание, просветление знания, чтобы они ответственны были. А так будет просто болванчик. А зачем болванчикам нужны? И без этого из нас болванчиков делают. Хватит. Вот мое мнение по этому поводу. Следующий вопрос. Продолжение следует...